Девушки отдыхают В этой книге зафиксированы те открытия, которые мы сделали в балетном театре, соединяя литературный язык и язык танца. Те какие-то новые эмоциональные впечатления, которые могут получить зрители от открытия знакомых литературных сюжетов на балетной сцене. Я увидела открытие, которое сделал сам Эйфман в литературе. В Анне Карениной он открыл вот это внутреннее движение колес, которые уже как бы ее ведут к этому финалу. И он это показал, он увидел это и заставил нас увидеть. Вот это поразительно. Или вот эта связь скамьи в Евгении Онегине, когда у скамьи отказана в любви, и потом эта скамья переходит в сон. Это есть у Пушкина, но все прошли мимо этого, кроме Эйфмана. Вот это открытие. И таких очень много. И в Чехове, конечно, он делает открытие, и в Достоевском, безусловно. Он тоже открывает эти внутренние миры. Как всякий истинный театральный режиссер, он, конечно, на сцену выносит подтекст. Эта книга замечательна тем, что в ней собраны самые лучшие фотографии известных фотографов мира. И они представлены в очень качественном виде. Еще очень важное значение, что мы вообще заостряем внимание тех людей, которые не очень сегодня связаны с литературой. Мы заостряем внимание, что литература, наша великая литература, наших великих писателей, как Чехов, Достоевский, Толстой, Пушкин, это то, что необходимо для каждого человека знать, переживать и носить в себе. Поэтому эта книга, с одной стороны, эстетическое значение, с другой стороны, очень важно такое гуманитарное общение. Может быть, человек, который берет читать роман Толстого, тоже не очень хорошо разбирается в литературе. Но он что-то почувствует, прочитав его роман. Я не сравниваю себя с Толстым, но я хочу сказать, что эта книга тоже как бы провоцирует на чтение. И балет Эйфмэна провоцирует на чтение, а эта книга, может быть, и провоцирует, и помогает разобраться в каких-то тонкостях и связях, которые есть между литературой и ее образом, созданным на сцене. Субтитры создавал DimaTorzok